Мы поехали к бабушке в Куйбышев. На улице минус 15 градусов. Морозно! Как вы уже поняли, мы поехали в Куйбышев. Это город, который находится в четырёх часах езды от Новосибирска, столицы Сибири. О Новосибирске у меня есть несколько видео. Если не смотрели, ссылки будут в описании. В Куйбышеве родился мой папа, и сейчас мы туда едем, чтобы навестить бабушку. В этом видео я расскажу вам немного о Сибири и о Куйбышеве. Ссылки на источники я оставлю на своём сайте. Что вы знаете о Сибири? Многие представляют Сибирь как суровый и холодный край. Но, конечно, снег здесь лежит не круглый год. Только зимой, осенью и весной. Иногда снег выпадает даже в мае. Сейчас я говорю о Западной Сибири, о месте, в котором я родилась. Сибирское ханство вошло в состав русского царства в 1555 году. Царь Иван Грозный отправил сюда казацкий отряд численностью 800 человек под предводительством Ермака в 1581 году. Регулярные казачьи сотни были прекрасно обучены и достаточно быстро захватили столицу сибирских татар город Искер. И после этого на протяжении 15 лет русские основали в этих сибирских землях несколько городов-крепостей. В 1586 году была заложена Тюмень, в 1587 Тобольск, а в 1593 Сургут. Новосибирск — город молодой, в этом году ему исполнится 130 лет. Мы вышли из поезда и идём к маршрутке, чтобы доехать до Куйбышева. Мы сейчас в Барабинске. Мы приехали в Куйбышев. Старое название города — Каинск. Это один из старейших городов Западной Сибири. Его история началась с планов сооружения по Иртышу в начале XVIII века сибирской линии крепостей. Один за другим были построены три постоянных русских укрепления. Это было связано с остановлением российской государственности и защитой восточных рубежей России от татарского сибирского ханства. Так, по указу Петра Великого в 1722 году возник Каинский пас, позднее форпост. Но в середине XVIII века он тратил своё военное значение и превратился в Слободу. Население Слободы составляли сыльные из России, переведённые ямщики, беглые крестьяне, рекруты, основной деятельностью которых был извоз и кустарное производство. В январе 1782 года императрица Екатерина II подписала указ об образовании уездного города Каинска. Так, в Барабинской степи появился первый город, сегодня старейший обладатель этого статуса в Новосибирской области. Особое положение Каинска способствовало его бурному росту, развитию торговли и ремёсел. Этот город появился на пересечении сухопутных и речных торговых путей. И в конце XIX века он стал крупным экономическим и административным центром Западной Сибири. Это было единственное место в Западной Сибири, где существовали синагога, римско-католический костёл и православные храмы. В центре Куйбышева можно увидеть несколько купеческих домов. Кто такой купец? Это человек, который профессионально занимался торговлей, скупкой товаров не для собственного потребления, а для последующей их перепродажи с целью получения прибыли. Так, это памятник архитектуры, дом Лебедева, вторая половина XIX века. Первые купцы в Каинске появились в 1801 году. Используя выгодность географического положения, купцы вели активную торговлю в городе, губернии, по всей России и даже за рубежом. Получив значительные права по жалованной грамоте городам 1875 года, купцы превратились в привилегированный слой горожан и стремились выделиться среди прочего населения своим образом жизни, ориентируясь на европейскую дворянскую культуру. Купеческие особняки строились на центральных улицах города. Обычно на первых этажах располагались магазины, торговые залы, а на вторых – жилые помещения. В XIX веке богатые купцы специально заказывали картины и собственные портреты профессиональным художникам, в том числе и столичным. К концу XIX века на столе купцов кофе, шоколад, конфеты, французские и немецкие вина, лимонады, фрукты и заморские пряности. Хочу поделиться с вами несколькими интересными датами. Например, в 1826 году через Каинск по пути в ссылку в Восточную Сибирь проезжали декабристы. 28 марта 1860 года было открыто женское училище второго разряда, которое в 1873 году преобразовано в трехклассную прогимназию. В полную семиклассную гимназию женская прогимназия была преобразована в 1910 году. В 1784 году была открыта первая ярмарка в Каинске. Говорят, что на ярмарке съезжалось до 20 тысяч человек. В 1795 году был открыт первый завод по изготовлению масла. А через два года было образовано общество молочного хозяйства. С 1897 года за семь лет был построен винный завод Каолви. В 1904 году была построена паровая мельница. В 1912 году был открыт первый кинотеатр. После февраля 1917 года в Каинске наступили смутные времена, которые продолжались пять лет. С революцией и гражданской войной погибло Каинское купечество, а вместе с ним была разрушена экономическая основа жизнедеятельности города. Рождалась новая культура и новый тип экономических отношений. В 1920 году происходит массовое переименование улиц. Уничтожается религия и церковь. Взорван Спасский собор. Закрыт римско-католический костёл. Установился жёсткий политический режим 30-х годов. Но в промышленности города наблюдается подъём. Появляется мясокомбинат в 1930 году. Открыты Барабинская ТЭЦ и завод автозапчастей в 1933 году. В 1935 году Каинск был переименован в Куйбышев в честь революционного деятеля Валериана Владимировича Куйбышева, находившегося в этом городе в ссылке в начале XX века. С 1941 года за 4 года войны на фронт ушло около 10 тысяч солдат. Вернулось из них меньше половины. Мой прадед и его братья погибли на фронте осенью 1941 года. Младшему из них было всего 19 лет. В послевоенный период были построены молочно-консервный комбинат, хлебокомбинат, швейная фабрика, химзавод, кирпичный завод, завод железобетонных изделий. Сегодня территория города больше 10 тысяч гектаров с населением более 46 тысяч человек. Гуляя по городу, я заметила несколько заброшенных и сгоревших домов. К сожалению, как и в других регионах России, люди уезжают в более крупные города в поисках лучшего заработка. Я погуляла по городу, зашла в ЗАГС, чтобы узнать даты рождения своих прадедов. Перекусила в столовой всего за 120 рублей и почитала об истории края в местной библиотеке. Надеюсь, что вам было интересно смотреть это видео. Я буду очень рада обратной связи, благодарю своих патронов за поддержку. Не забывайте, что вы также можете поддержать мой канал и скачивать транскрипции моих видео и подкастов с переводом на английский язык. До встречи через неделю! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok